До 1 ноября субъекты страны должны согласовать с Федеральной антимонопольной службой план развития конкуренции. В Чувашии планируют утвердить 38 ключевых показателей. Эти показатели отражают долю частных организаций на том или ином товарном рынке. Круг показателей охватывает все сферы деятельности. Учитывая, что Чувашская республика занималась реализацией требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в соответствии с распоряжением правительства России, на многих рынках основные показатели уже выполняются. Высокая конкуренция сейчас наблюдается в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении и образовании. Проблемным является рынок лабораторных исследований. В республике нет ни одной частной организации, которые бы выдавали ветеринарные сопроводительные документы. А вот в сферах промышленности, электроэнергетики и реализации нефтепродуктов стопроцентную долю занимают бизнесмены. Последний раз утверждали о необходимости внедрения антимонопольного комплайенса в органах власти. Я думаю, до конца года нужно мероприятие уже начинать нам. Национальный план развития конкуренции должен быть реализован до конца 2020 года. Сегодня Михаил Игнатьев встретился с активом Чувашского отделения Коммунистической партии «Россия». Со всеми политическими силами в республике готовы вести конструктивный диалог во главе угла «Динамичное развитие региона». Создавал и стремлюсь создавать практически для всех и политических партий по Чувашской республике, и для конфессии, комфортные условия для работы, для жизни. Ключевыми вопросами является повышение качества жизни, чтобы долгожителей больше стало. В республике, отметил Михаил Игнатьев, сохраняется стабильная общественно-политическая обстановка. Такие встречи должны помочь наладить обратную связь с местными жителями. Эта информация нам позволяет оперативно реагировать или управлять этими процессами. Обговорим разные вопросы, обсуждаем разные темы и уже потом вырабатываем алгоритм действий, как нужно разрешать те или иные вопросы. Большинство членов партии представляют муниципалитеты. Жители села Ибеси Алатарского района обратились к главе с просьбой решить вопрос строительства клуба и дороги. На эти цели в бюджете региона заложат необходимую сумму. На территории республики запустили строительство клубных учреждений, модернизацию, приобретаем соответствующее светомузыкальное оборудование. Для этого мы должны иметь гарантию, что учреждения культуры, даже если построим, что они не будут пустовать. Касаясь дорог, много там еще вопросов, я могу сказать. На ремонт, на содержание, на модернизацию тех дорог, которые в сельской местности имеются, мы планируем в 2019 году не менее 2 миллиарда 300 миллионов рублей выделить. Не обошли стороной и тему перевозок пассажиров. Житель одного из микрорайонов города пожаловался главе на нехватку автобусов. В часы пик транспорт приезжает с большим интервалом. После больших слов я уловил, значит, недоработку здесь органов власти, то есть городской власти, Министерство транспорта. Сегодня же подскажу, чтобы хронометраж делали, какой период времени нужны большевружные автобусы. Еще одна тема – закупочные цены на молоко. Народ сегодня, тот, что содержит в сельской местности Курова, закупает молоко. Предприятия и организации говорят, в прошлом году по 18 рублей, в этом году почему по 16 рублей. И то, что вопросы недовольные идут, и количество коров сокращается. Нам надо заниматься качеством молока у населения. Там сборщики есть, посредники есть и так далее. Сейчас вот на уровне республики помогаем сельхозяйственным кооперативам, эти некоммерческие организации, чтобы они покупали оборудование. По глубокой переработке молочной продукции в республике у нас достаточно организаций, которые могут переработать. К Михаилу Игнатьеву поступило и немало письменных вопросов. Глава региона отметил, что рассмотрит все обращения партийного актива. С членами КПРФ встретятся и руководители муниципалитетов. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика. В столице Чувашии пройдет конгресс местных властей Евразии. Он запланирован с 4 по 7 октября. Для того, чтобы принять конгресс, чебоксары прошли своеобразный конкурс. Оценивалась деловая активность 80 городов-претендентов, международные организации, институты, мероприятия, инфраструктура, социальные и политические данные города, международная активность населения. Вопросы, выносимые на общее собрание ассоциации, конечно, это подведение итогов 20 лет ассоциации, итогов становления и развития местного самоуправления и организации работы городского общественного транспорта как одной из главных тем развития городов. На сегодняшний день подтвердило участие более 100 человек, в том числе мэров, ярких политических, общественных деятелей. Участники конгресса в Чебоксарах представляют интересы 300 миллионов жителей городов и поселений. Помимо заседаний и совещаний в программе осмотр объектов транспортной инфраструктуры города с посещением троллейбусного управления и речного порта. Главная связующая нить конгресса – это культура, которая помогает развивать города. Для Чебоксара это мероприятие не только уникальный шанс показать свой туристический и культурный потенциал, но и возможность узнать, как решается транспортный вопрос в различных городах мира и России. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. В Нижегородской области двое москвичей признаны виновными в покушении на организацию убийства по найму сына нижегородского предпринимателя, бывшего компаньона. Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области установило, что в 2017 году они нашли в Чувашии киллера, которому пообещали 2 миллиона рублей. Не желая принимать участие в преступлении, мужчина сообщил правоохранительным органом о готовящемся противоправном деянии. После того, как нанятый исполнитель принес заказчикам личные вещи и перстень жертвы, якобы в подтверждении убийства, обоих правонарушителей задержали. Их противоправная деятельность пресечена оперативными сотрудниками УФСБ по Чувашской республике и Нижегородской области, а также Главному управлению МВД России по Нижегородскому региону. В ходе расследования уголовного дела обвиняемые были заключены под стражу. Один из них вину в совершении криминируемого деяния признал частично, второй отрицал свою причастность к совершенному преступлению. Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы, второй 9 лет лишения свободы, обоим с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Жюри Всероссийского конкурса лучших учителей страны назвало имена победителей. Из Чувашей в этот список попали 12 педагогов. Одна из них – Алена Ядрецова. Преподает чувашский язык и литературу в Бреснинской школе номер 2. В краткой форме или полной форме используют? В краткой форме почему? В краткой форме почему? Отвлеченный счет, потому что полная форма. Впрочем, преподает не совсем подходящий глагол. Уроки Алена Андреевна проводит в форме игры, КВН, творческого конкурса. Поэтому ребята ждут ее занятий с нетерпением, а отвечают с удовольствием. Мы выполняли разные задания и поняли, кто лучше знает чувашский язык. Отгадывали загадки, переводили разные слова на чувашский язык. Я думаю, что самое главное в чувашском языке – это то, что уметь хорошо произносить слова, то есть выговаривать все, читать, уметь перевозить – это тоже очень важно в чувашском языке. Наша съемочная группа попала на свою игру – занятие, разработанное Аленой Ядрецовой по мотивам известной телепередачи. Педагог уверена, поурочные планы должны составляться как сценарии произведения, то есть иметь вступление, кульминацию и развязку. И, разумеется, необходим диалог. Важно, чтобы ученики услышали друг друга, и важно, чтобы ученик услышал тоже учителя. То есть мы говорим, действительно, особенно сегодня важно применение интерактивных методов на уроках, это применение различных игровых форм. Премии президента России лучшим учителям вручают с 2006 года. Алена Ядрецова участвует в конкурсе третий раз и всегда побеждает. Своё ознаграждение, а это 200 тысяч рублей, учитель собирается потратить на новые пособия и методическую литературу для детей и для себя. Взлетая выше ели, не ведая преград. В Новочебоксарске прошел 15-й республиканский фестиваль воздушных змеев. Около 50 ярких змеев от самых маленьких и плоских до огромных и объемных взмыли в небо над Новочебоксарской набережной. Ежегодно в соревнованиях участвует около 50 человек. В этом году у нас приехали команды из восьми районов и городов Чувашии. Ребята продемонстрируют свои модели в пяти классах. Это плоские змеи, объемные змеи, управляемые змеи, демонстрационные и экспериментальные змеи. Среди участников много тех, кто приезжает сюда не в первый раз. Алексей Игнатьев в прошлом году занял второе место. В этом году готовился тщательнее, змей получился больше и маневреннее. Я участвовал в этом соревновании уже в четвертый раз. Я занимал здесь призовые места. Эти соревнования развивают во мне мастерство. С каждым разом я приезжаю с воздушным змеем, который в разы лучше предыдущего. В этом году у меня новый змей в классе коробчатые змеи. Он хотя и выглядит как треугольник, но в классе объемных змеев. Я его делал почти полгода. Я вложил в него всю свою душу, все свое мастерство. В мастерстве изготовления летающих объектов мальчишкам ничуть не уступают и девочки. Аделина Кудряшова из Яльчикского района уже два года занимается в кружке. Мастерит воздушных змеев. В прошлом году девушка стала лучшей в номинации плоский змей. А в этом году привезла на конкурс настоящего дракона. И снова заняла первое место. Но уже в номинации экспериментальный змей. Вообще, яльчурские змееводы в этом году заняли почти весь пьедестал. По итогам командного зачета именно им вручили кубок победителя. Второе место у команды Комсомольского района. Третье разделили Вурнарский район и Новочебоксарск. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Борис Андреев. Республика. Керамические фигурки, резные шкатулки, традиционная вышивка. И все это в чувашской народной тематике. В Чебоксарах прошел республиканский конкурс «Мастер наследия народного искусства». Основная цель – это сберечь сам промысел, приобщить детей и граждан внимание к этому конкурсу, к сохранению традиций. Это не просто элементы декора или домашнего обихода, это сохранение наших национальных традиций. Более 150 заявок и 95 участников. Члены жюри проделали большую работу, чтобы определить лучших из лучших. Всего изделия мастеров оценивались по трем номинациям. «Лучший ремесленник Чувашии», «Сувенир года 2018» – «Лучший молодой ремесленник Чувашии». Кстати, самая молодая участница конкурса Татьяна Степанова получила бронзу в своей номинации. Это береста. Сначала идет тиснение, процарапывание шилом, потом уже другим инструментом все дорабатывается, тени подкрашиваются, лишняя краска смывается и получаются такие картины. Признание мастера и его работы – не единственный плюс конкурса. Конкурсы, конечно, нужное дело. Можно себя показать, на других посмотреть, что-то перенять. Оригинальность, новизна и самое главное отражение национальных традиций – таковы критерии отбора победителей. Им, безусловно, соответствует работа Надежды Николаевой, как и Валентины Поповой. Оба мастера стали лучшими в номинациях «Сувенир года 2018» и «Лучший ремесленник Чувашии», соответственно. Я занимаюсь керамикой 33 года. Мне эта деятельность очень нравится. Жизнь, быт, историю Чувашского народа, раскрывая свои скульптурные композиции. По итогам конкурса лучшим из лучших вручили дипломы и подарки. Организаторы уже строят планы на следующий год – поднять статус конкурса до всероссийского. Юлия Важенина, Бахфьер, Велиев, Республика.